Организация бизнеса по производству изделий из эпоксидной смолы может быть весьма перспективной идеей. Эпоксидная смола имеет широкие области применения, судостроения, строительства, радиотехника и прочее. Рассмотрим основные аспекты такого бизнеса. Анализ рынка изделий из эпоксидной смолы в России. Размер и динамика рынка. Объем российского рынка изделий из эпоксидной смолы оценивается в 5-7 миллиардах рублей в год. Среднегодовые темпы роста рынка составляют 8-12% в последние 3-5 лет. Основные сегменты. Мебель и предметы интерьера, столешницы, полки, вазы и прочее. Около 40% рынка. Декоративно-прикладные изделия, украшения, сувениры, посуда. Около 30% рынка. Промышленное применение, покрытие, композитные материалы. Около 30% рынка. Потребители. Физические лица, конечные потребители. Около 60% рынка. Корпоративные клиенты. Мебельные, строительные компании. Около 40% рынка. Региональная структура. Наибольшая доля рынка приходится на центральный 40% и приволжский 20% федеральные округа. Активно развиваются региональные рынки, особенно в крупных городах-миллионниках. Конкуренция. Рынок умеренно конкурентный, представлен как мелкими мастерскими, так и крупными производителями. Ключевые игроки. Эпокси. Арт Эпокси. Аквамарин. Смолка. Тренды. Рост спроса на эксклюзивные дизайнерские изделия из эпоксидной смолы. Повышение требований к качеству и экологичности продукции. Развитие онлайн-продаж и маркетплейсов для реализации изделий. Использование эпоксидной смолы в новых областях. Таким образом, российский рынок изделий из эпоксидной смолы демонстрирует стабильный рост и имеет хороший потенциал для развития. Успех бизнеса будет зависеть от способности предложить конкурентоспособную и востребованную продукцию, грамотной маркетинговой стратегии и эффективного управления производственными процессами. Для организации мастерской по изготовлению изделий из эпоксидной смолы потребуется следующее основное оборудование. Рабочие столы и поверхности. Стол для работы с эпоксидной смолой, влагостойкий, устойчивый к химическим воздействием. Стол для сборки и отделки готовых изделий. Стеллажи и полки для хранения заготовок и готовой продукции. Инструменты и приспособления. Миксеры, шпатели, кисти для нанесения смолы. Пылесосы и вентиляционное оборудование для удаления порог. Формы, силиконовые и деревянные, для заливки смолы. Зажимы, струбцины для фиксации форм. Шлифовальные машинки, наждачная бумага для обработки поверхностей. Сушильные шкафы или инфракрасные лампы для сушки изделий. Оборудование для резки и обработки. Настольные или напольные пилы для раскроя материалов. Фрезерные станки для выборки и обработки заготовок. Токарные станки для формирования изделий. Система вентиляции и очистки воздуха. Вытяжные шкафы или боксы для работы с эпоксидной смолой. Вентиляционные системы для поддержания частоты воздуха в помещении. Фильтры для очистки воздуха от паров и пыли. Дополнительное оборудование. Весы для точного дозирования компонентов смеси. Компрессор для покраски изделий. Сварочное оборудование. Общие инвестиции в оснащение мастерской могут варьироваться от 300 тысяч до миллиона рублей в зависимости от масштаба производства, уровня автоматизации и качества используемого оборудования. Важно также, учитывать необходимость соблюдения требований техники безопасности, охраны труда и экологических норм при организации производства. Заработок на организации в мастерской по производству изделий из эпоксидной смолы может быть достаточно высоким, но зависит от ряда факторов. Вот примерные расчеты. Ежемесячные расходы от 150 тысяч до 500 тысяч рублей. Доходы. Средняя стоимость готового изделия от 1000 до 100 тысяч рублей в зависимости от сложности и материалов. При производстве 50-100 изделий в месяц выручка может составить от 100 тысяч до миллиона рублей. Чистая прибыль от 20 тысяч до 200 тысяч рублей в месяц. Важно отметить, что данные цифры являются ориентировочными. Реальная доходность будет зависеть от многих факторов. Локация и арендная ставка. Ассортимент и ценовая политика. Загрузка производственных мощностей. Эффективность маркетинга и продаж. Себестоимость производства. Начинающим предпринимателям следует тщательно просчитывать бизнес-план, чтобы минимизировать риски и правильно оценить потенциальную прибыльность. Бизнес-план и пошаговое руководство по организации мастерской по изготовлению эпоксидной смолы можете скачать на нашем телеграм-канале, ссылка в описании видео.